Ваши деньги Одним из главных вопросов повестки стало обсуждение застройки этого района. Жильцы не на шутку обеспокоены тем, что совсем скоро здесь начнется строительство микрорайонов 1А и 1Б, и лес под их окнами может превратиться в строительную площадку. Надо наставить, чтобы вообще здесь делали дикий парк, очистили, нормальная зона отдыха. У нас в старой части города ее нет, нет парка. Уже весь город уже лысый становится. Я говорю, заповедные места, заповедные. Как не жалко вырубать вообще все это, когда у нас есть места, где можно строить. В прошлый раз общественные обсуждения по этому вопросу собрали немалое количество людей. Пришедшие жители не скупились на предложения. Застройку бы хотелось видеть менее плотной, а зеленых территорий должно быть больше. Все предложения были услышаны и записаны. Но, как оказалось, далеко не все заинтересованные горожане знали об этой встрече. Поэтому к очередным общественным обсуждениям, которые пройдут 27 апреля, инициативные жители решили подготовиться заранее и самостоятельно повестить соседей о грядущем мероприятии. Реклама была безобразнейшая. Люди 46-го дома, они говорят, мы пришли бы всем составом, а наш депутат, он не знал. 27 апреля, перед праздниками, это короткий день, дальше будут праздники. Если будет тепло, конечно, город у нас опустеет, и вы знаете, что многие уезжают. Конечно же, число назначено не очень целесообразно, но тем не менее, если мы с вами придем и выскажемся на этих публичных слушаний, это тоже будет в нашу пользу. В конце концов, власти должны нас услышать. Общественные обсуждения по застройке микрорайонов 1А и 1Б пройдут 27 апреля в 17 часов в актовом зале администрации. До этого времени горожане могут внести свои предложения и пожелания в письменном виде в кабинете номер 220 на имя председателя комиссии, чтобы их включили в протокол. Также на собрании собственников обсудили ситуацию по строительству новой поликлиники, а точнее, как возведение в этой части города здания может отразиться на близлежащих домах. Вы знаете о том, что у нас 46-й дом по улице Силкино находится в аварийном состоянии. У него трещины по всему дому идут, там проваливается фундамент. Они все бьют в колокола и говорят о том, что если будет застройка детской поликлиники, они 120 с лишним квартир просто рухнут. Их никто не слышит. Постановление об утверждении проекта межевания участка под строительство новой поликлиники уже подписано. Но жители этого района и участники прошлых общественных обсуждений считают его незаконным и нарушающим их права. И чтобы мнение горожан все-таки было услышано, они составили обращение, которое планируют направить губернатору в Нижегородскую епархию и прокуратуру с подписями жильцов. Мария Рунч, Владимир Лисик, Александр Мальков. Служба новостей, Саров-24. Продолжение следует... ...дал трещину. И теперь железные опоры безопасности представляют для жителей нашего города реальную опасность. То ли природа сыграла свою злую шутку, и почва буквально уплыла из-под металлических конструкций. То ли изначально опоры с бетонными блоками в основании были установлены непрочно. Ясно одно. Ходить по этому тротуару теперь следует с осторожностью. Потому что рядом в двух шагах незащищенный овраг глубиной несколько метров. Я обратила внимание, что мост успели сдать, и уже просел грунт. Я стараюсь по этой стороне вас стоить. Что же все-таки произошло и как это исправить? Представители соответствующих служб пытаются решить эти вопросы прямо на месте. Остается надеяться, что затягивать с ремонтными работами не будут. А потенциально опасный участок в целях безопасности оградят сигнальной лентой. Ну, в данный момент пока без комментариев, пока разбираемся. В администрации объяснили, что ситуация под контролем. Причины возникновения проблемы и способы ее разрешения будут оглашены позже. Мы будем следить за развитием событий. Дарья Цапорыгина, Владимир Лисик, служба новостей Саров, 24. Для жителей дома номер 46 по улице Силкина вместе с весной приходит и ряд серьезных проблем. Дом построен в низине, и обильное таяние снега вокруг приводит к серьезным разрушениям здания. Воды текут из леса, там в подвале все размывается, фундамент весь. Размытие фундамента привело к серьезным последствиям. С 1 по 6 этаж в стенах можно увидеть разломы толщиной от 1 до 4 миллиметров. Управляющие компании в том году немножко починили. Они там что-то сделали якобы. И воду отвели, и то, и все. А толку-то фундамент уже весь просел. Затопление происходит всегда именно весной. Снег на крыше начинает таять, и вся вода сверху стекает под дом. Но, по словам специалистов, переживать за то, что фундамент будет размыт, уже не стоит. В 2016 году было проведено обследование этого дома. И управляющая компания совместно с представителями администрации произвела ряд работ, необходимых для устранения проблемы. На огромную помощь нам департамент городского хозяйства всегда оказывает. ДЭП восстановили вот эту трубу, по которой раньше не было слива воды. То есть, все, что с крыши стекало, оставалось под домом. Плюс бордюрку, где восстановили. Также мы сделали ремонт лотка, который вот сейчас вы видите. То есть, здесь лотков не было. Лотки восстановили полностью. Что касается трещин в подъездах, этому дому более 40 лет. И не один год центр ЖГХ вел мониторинг. Новые трещины появляются систематически, но шире они не становятся. Мы в 2016 году точно так же ведем мониторинг этих трещин, ставим маяки. К сожалению, кто-то у нас их систематически сбивает. В настоящее время подтопление предотвратили, но только с одной стороны. Достаточно большое количество воды приходит и с леса. И тут управляющая компания бессильна. Для остановки воды необходим ремонт прилегающей дорожки, который от них не зависит. Мария Руинч, Владимир Лисик, служба новостей, Саров-24. В Великую Субботу с самого утра у храмов нашего города собралось много людей, чтобы осветить пасхальные яйца и куличи. Для многих пришедших это не просто дань традициям. Для них Пасха – это действительно один из главных праздников. В этот день все человечество получило надежду на спасение, потому что Христос воскрес. Все для меня значит Пасха. Светлый, хороший праздник. Мы всегда его очень ждем. Это же самое главное событие, которое целый раз в год бывает. Даже лучше, чем день рождения, можно так сказать, лучше, чем Новый год. И ты чувствуешь, что вот сейчас будет маленькое чудо. Вы знаете, в церкви помудишь, особенно вот просто очищение какое-то душу и тело очищаешься. Вот светлый праздник, там так хорошо стоить, так радостно. Но вот жаль, что ночью. Я освещаю яйца и куличи, чтобы воскресенье все скушать. Ночью площади перед храмами еще больше заполнились людьми. Несмотря на холодную погоду, на празднование Пасхи пришли сотни саровчан, чтобы принять участие в крестном ходе. Он прошел при непрерывном перезвоне и праздничном песнопении. По традиции крестный ход из храма всех святых соединился с крестным ходом из храма Иоанна Предтечи, вместе с которым прошел часть пути по монастырской площади, а затем верующие с пением стихи Ры Пасхи вновь разделились. В полночь все участники крестного хода остановились перед закрытыми дверями храма. Закрытые двери символизируют вход в пещеру, где был гроб Иисуса Христа. И войти в него можно только после того, как священнослужитель возвестит о том, что Христос воскрес. А после в храмах прошла пасхальная служба. На пасхальное богослужение приходят даже те, кто в обычные дни редко переступает порог храма. Праздников праздник и торжество из торжества вызывает трепет в сердце каждого человека. Мария Рунч, Владимир Лисик, Служба новостей, Саров, 24. Многим участникам праздника еще не исполнилось и пяти лет. Но уже сейчас они с серьезными лицами уверенно отвечают на вопросы, связанные с празднованием Пасхи. Мальчики и девочки, которые ходят в воскресную школу, уверенно рассказывают зрителям рецепт правильного кулича. Вот изюм и кулака, и немного травака. В стихах и танцах ребята рассказали зрителям, откуда пошла традиция красить яйца на Пасху. Инсценировали библейские притчи, а родители, в свою очередь, облачились в героев русской народной сказки Курочка Ряба и вновь напомнили присутствующим итог этой сказки. По мнению участников праздника, именно такая форма помогает формировать у детей нравственные ориентиры в жизни. Моя личная точка зрения, что это хорошо, потому что я считаю основной задачей сейчас общества и семьи именно нравственное воспитание детей, потому что умственное развитие – это проще гораздо. А еще говорят, что и дети, и взрослые в Пасху могут звонить в церковные колокола до самого утра. Попробуем? Никогда этим не занимался, но когда-то же надо с чего-то начинать. Невероятное чувство. Закончился праздник традиционным чаепитим с конфетами, пирожными, Пасхой и куличами. Но главным достижением дня стало хорошее настроение и позитивный настрой у воспитанников и родителей воскресной школы. Кирилл Васенин, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Самая благоприятная погода для пробуждения клещей – это стабильная температура воздуха около плюс 10 градусов и длинный световой день. Влажность окружающей среды – одно из главных условий начала жизнедеятельности паразитов – переносчиков опасных заболеваний. Вместе с теплой погодой наступает сезон пикников, долгих прогулок по лесу и загородных поездок. Поэтому не стоит забывать о простейших мерах безопасности, чтобы защитить себя и своих близких от укусов опасных паразитов. Для того, чтобы предотвратить присасывание клещей, во-первых, нужно правильно одеться. Одежда должна быть светлых тонов, по возможности однотонная, чтобы можно было заметить клеща и вовремя стряхнуть его с одежды. Манжеты брюка и рукавов должны быть плотно прижаты к телу, чтобы клещ не заполз. Спрей-репелленты также помогут отпугнуть от человека опасных насекомых. Пренебрежение мерами защиты грозит не просто укусом, а, возможно, тяжелыми заболеваниями – клещевым бролиозом и энцефалитом. И если в первом случае лечение проводят с помощью антибиотиков и болезнь чаще всего заканчивается выздоровлением, то во втором случае все гораздо серьезнее. А вот клещевой энцефалит – это более опасное заболевание вирусной природы и, значит, может привести к инвалидности и даже к смертельным случаям. В нашем городе клещей на наличие антигенов не исследуют. Прием насекомых на такой анализ проводится в лаборатории особо опасных инфекций Центра гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области. Елена Грецкова, Владимир Есеников, Сергей Рябов. Служба новостей СОРОВ-24. 6 апреля 1974 года, накануне Дня космонавтики, легчик-космонавт Петр Климук пересек границу секретного города Арзамас-16. За несколько месяцев до этого он провел в невесомости 7 дней, 20 часов и 55 минут. В городском музее от визита Петра Климука осталось огромное количество фотографий, газет и документов. Он встречался со школьниками, с общественностью. Видимо, было очень много вопросов, всем хотелось узнать, как это. Ярчайшее событие, которое затронуло сердца наших жителей. Уникальной такой встрече делало сразу несколько факторов. В те времена Арзамаса-16 даже не было на картах и попасть в него было невозможно. А во-вторых, Климук стал первым космонавтом, который прибыл с визитом в наш город. К сожалению, сегодня таким уже никого не удивить. А тогда это было событие из ряда, вон, выходящее. Спроси любого мальчишку, он бы назвал каждого космонавта, очередность их полетов. Спроси сейчас, даже никто и не знает, кто у нас там на орбите. Это для нас слишком стало, к сожалению, обыдельно. А прошло всего 50 с небольшим лет. Десятки фотографий, газетных статей и вырезок, плакатов, документов и самая первая запись в книге почетных гостей городского музея. Первый визит космонавта Климука в наш город оставил свой неизгладимый след в истории Сарова. Кирилл Васенин, Владимир Есеников, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Кандидаты исторических и филологических наук, преподаватели кафедры антропологии, представители Всероссийского художественного научно-реставрационного центра. Конференция собрала уникальных людей со всей страны, увлекающихся историей. Среди приглашенных гостей оказалась и археолог из Москвы Елена Хворостова. На протяжении нескольких лет она вела в Сарове раскопки на утраченных памятниках архитектуры. Я копала купальню на Ближней пустыне, я копала остатки фундаментов Успенского собора. В 2008 году точно так же я искала место расположения церкви живоносного источника и, соответственно, выясняла, какие были у этой церкви габариты, какие там фундаменты, в каком они состоянии, для того, чтобы на основании этих данных сделали проект воссоздания и этой церкви. Елена Леонидовна уже не в первый раз приезжает на конференцию. Для нее это не просто встреча с коллегами, а возможность еще больше расширить кругозор в любимой сфере деятельности. Археология все-таки наука, которая, как бы так сказать, все больше под землей, а вот то, что касается духовной сферы, это всегда на саровских конференциях очень широко освещается. На конференции было представлено более 15 докладов. Специалисты из различных институтов страны рассказывали об иконописи и о том, как создавались те или иные монастыри. Саровские историки делились своими научными работами, посвященными истории нашего города. В 1927 году закрывается монастырь. Мы здесь видим акт закрытия, то есть вскрытие мощей преподобного Серафима Саровского, которые потом были вывезены в Москву. И здесь уже обосновывается у нас капитально советская власть. По итогам конференции сдадут сборник докладов «Саровский летописец», с которым можно будет ознакомиться в библиотеке имени Маяковского и городском музее. Мария Рунич, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. Александр Кушнарев, в прошлом заядный альпинист, участвует в туристической фотовыставке пятый год подряд. И в этот раз сразу три его работы попали в число призеров конкурса. В категории «Спортивный туризм» третье место получила его фотография «Девочка на скале». Это фотография сделана в Крыму, в районе Судака. Начало сезона, весна. Первый выход на рельеф, на скалы. Отправляя эти фотографии на конкурс, Александр на победу не рассчитывал, поэтому и результат его приятно удивил. Вместе с ним в конкурсе приняло участие полтора десятка фотографов-любителей, а общее количество присланных работ легко перевалило за отметку 200 штук. У нас туризм является заочным видом спорта. То есть мы сначала ходим в походы, а потом нас оценивают. Оценивают нас по фотографиям и по видеороликам, где мы прошли, как мы проходили. Поэтому, чтобы повышать мастерство туристов в фотографиях и видеороликах, мы вот устроили этот конкурс. Проходит конкурс фото- и видеоработ путешественников города уже в девятый раз. Соревнуются фотографы в самых популярных туристических дисциплинах. Спортивный туризм, семейный туризм, турлирика и волшебный мир природы. Оценивают работы профессиональные фотографы. А для победы порой совершенно не обязательно выезжать за пределы города. У нас одна девочка с реофируемой байдаркой на соревнованиях, с висячего моста около спортсменной школы. Это значит фотография вошла в двойку, в тройку самых лучших фотографий всех временных народов. Следующий год у фотографов-туристов будет юбилейным. А значит и участников, и присланных работ будет в несколько раз больше. И как советуют старожилы конкурса, чтобы победить, путешествовать надо больше и дальше. Кирилл Васенин, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Возведение атомного ледокола Ленина, история строительства первой в мире атомной электростанции и даже стенд целиком посвященный Юлию Харитону. На выставке «Хоронить вечно» представлено более сотни экспонатов, объединенных в 17 сюжетов. Каждый из которых посвящен определенному направлению развития и главным событиям атомной отрасли. И эти события, они каждый раз дополняются новыми эпизодами. Они каждый раз дополняются новыми документами. Они дают возможность понять, какое большое количество людей было задействовано в атомном проекте. Они им жили, они творили, они отдавали свой ум и талант нашему общему делу защиты Отечества и созданию ядерного щита. Выставка «Хоронить вечно» придется по душе горожанам любого возраста. Здесь можно найти исторические фотографии, шаржи на знаменитых ученых, нарисованные их же коллегами. Прописаны от руки сценарии первых документальных фильмов, посвященных атомной отрасли. При этом практически каждое событие можно увидеть собственными глазами. Сценды сопровождаются экранами, на которых идут отрывки документальных фильмов. Но самое главное, здесь собрано большое количество уникальных документов, которые долгое время находились под грифом «Совершенно секретно». Архивные документы как нельзя наиболее ярко подчеркивают многообразие того, что было сделано в то время. Одним из главных экспонатов выставки стали 12 томов рассекреченного материала. Это первая научная фундаментальная публикация атомной проекта СССР. Организаторами выставки стал Центральный архив атомной отрасли. В нем собрано более 400 тысяч документов не только госкорпорации, но и в том числе тех ведомств, которые были привлечены к работам по атомному проекту и в дальнейшем вошли в состав отрасли. В качестве примера два формирования, два девятых управления НКВД СССР. Одно из них руководило работой немецких ученых. Во второе входил комбинат номер 6, первое уранодобывающее предприятие в нашей стране. Выставка продлится до 31 мая. Посмотреть на уникальные документы может каждый желающий в часы работы музея по коллективным заявкам. Мария Ирунч, Владимир Синников, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. Елена Гаршин узнала об акции от друзей, которые сдавали кровь на типирование прошлой осенью. И решила, что если представится возможность, то она непременно примет участие. Всегда хотела быть донором, хотела помочь хоть как-то людям. Если есть такая возможность, почему бы не помочь? От меня не убудет, а кому-то возможно, я смогу спасти жизнь. Друзья, коллеги, интернет, телевидение. Саровчане узнают об акции из разных источников. Приходят сдавать анализ крови по одному и целыми компаниями. Процедура не занимает много времени. Потенциальному донору нужно подписать соглашение о вступлении в регистр и сдать 9 мл крови. Другие обследования на этом этапе не проводятся. Узнала из канала 16. Просто помочь, если вдруг кровь подойдет, почему нельзя больным людям помочь? Решили, почему бы и нет. Ну, может быть, возможно, кому-нибудь допоможем. Ну, я думаю, мы даем некий шанс людям с такими заболеваниями на выздоровление. Современные медицинские технологии дают возможность победить опасные заболевания и спасти человеческие жизни. Но сделать это можно только с помощью неравнодушных людей. Желание помочь ближнему движет людьми разных возрастов и профессий. В прошлом году, в сентябре, я сдавала кровь. Очень хотелось помочь людям. И, соответственно, хотела, конечно, в Арзамас даже съездить. Очень рада, что у нас теперь проводятся такие акции. Национальный регистр доноров костного мозга имени Вася Перевозчикова постоянно пополняется донорами. А это значит, что еще больше людей смогут вернуться из больничных палат домой к родным. Елена Грецкова, Владимир Есейников, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24. Анатолий Веселовский. Голод, холод, албация, оккупация. Мы выжили, не все, правда, выжили. Потери родных и близких. Потом установили народное хозяйство, после того, как немцев разбили. И вот в том числе и создание ядерного счета. Анатолий Васильевич принимал участие в 76 испытаниях ядерных зарядов. А также проводил испытания самой мощной атомной бомбы. На суд зрителя Анатолий Васильевич представил сразу несколько книг и статей об атомных испытаниях. А также презентовал книгу «Воспоминания детей Великой Отечественной войны. Опаленные бедой. Дети войны и победы». Также на встрече с почетным ветераном ребята смогли познакомиться с научной литературой, посвященной созданию ядерного счета. Прочитать брошюру «Наше дело правое» и выбрать интересные статьи из журнала «Атомная стратегия». Мы сейчас живем тоже в смутное время. Везде нужны люди, которые будут работать по этой интересной нашей теме, по защите нашей страны. И в этом случае ветераны, они как бы передают свое, что они наработали за много-много лет, они передают следующим поколениям. За годы трудовой деятельности в ядерном центре Анатолий Васильевич внес бесценный вклад в оборону способности нашей страны. Ирина Вышегородцева, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24. Суд присяжных – один из институтов судебной системы в нашей стране, в состав которого входит коллегия и один профессиональный судья. Суд присяжных призван усилить гарантию защиты прав человека. Его главное преимущество – непосредственное рассмотрение доказательств по делу. Коллеги присяжных заседателей – это судьи факта, которые по результату судебного разбирательства выносят вердикт. Ну, в свою очередь, председательствующий же – это судья права, в данном случае мы, которые на основании вердикта постановляют приговор или выносят на решение. Присяжные заседатели в количестве 12 человек отбираются для каждого дела из общего списка, сформированного администрацией города. Происходит это с помощью жеребьевки. В рамках судебного дела производства присяжные имеют право на решение вопросов факта и оглашение своего вердикта. После судебных премий, в которых выступает государственный обвинитель, сторона защиты, присяжные выносят вердикт. Происходит это так. Присяжные получают вопросный лист с основными и частными вопросами. К основным вопросам относят следующее. Доказано ли, что деяние было? Доказано ли, что его совершил подсудимый? Виновен ли подсудимый? Частные вопросы увеличивают или уменьшают степень виновности, или изменяют ее характер. Вердикт присяжных заседателей является для судьи обязательным и сомнений не подвергается. Но после прозглашения вердикта присяжные удаляются и на этом их работа заканчивается. Дальше работа профессионального судья. В состав суда присяжных войдут граждане от 25 до 65 лет, которые не имеют ни погашенную или ни снятую судимость. Кандидаты должны быть знакомы с основами судебного дела производства. Дарья Цапорыгина, Владимир Есеников, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Это чемпионство стало по-настоящему долгожданным. Почти 8 лет Саров не был представлен на хоккейной карте области. В 2017-м наши спортсмены вернулись и сразу громко заявили о себе. Триумфальное шествие в регулярном чемпионате. Блестящее выступление в плей-офф и, как результат, красивый финал. Хакасаров «Инвест» в трех матчах обыграл своего соперника Иссеченова. Конечно, ребятам тяжеловато сесть, но все-таки две пятерки играют. Наши в зоне играют хорошо, молодцы, комбинации хорошие. На уровне высшей лиги. Поляков нормально, Румынин хорошо играет, нормально ребята играют. В команде в целом, комбинации. Комбинации хорошие, получается. Отлично играют, молодцы. Какой счет будет? К 20 надо забить сегодня. Я думаю, за десятку будет, где-то 12-13 еще набьют. Так что куб наш. Я же шабардарти вам сказал. Наш будет, наш. Во втором матче финала на выезде в Сеченово наши спортсмены поставили рекорд сезона, забив сопернику за одну игру 23 шайбы. В последней третьей встрече уже у себя дома саровчане решили не снижать темп и отправили в ворота гостей 21 шайбу. Сеченовцы смогли ответить лишь семью. Команда Сеченова, это очень достойная команда, она вышла в финал, то есть это уже показали в полуфинале, они обыграли в Иксу, достаточно сильную команду, поэтому мы настраивались, мы сделали максимум. То, что хотелось, конечно, не получилось. Да, мы расстроились, у нас нет основного вратаря, поэтому линия обороны, линия вратарская была слабая. Причина все из-за этого. От этого и настроены наши команды на эту серию. То есть первый угол где-то мы зацепились, постарались, но у нас физических сил не хватило. Команда Сарова более свежее, быстрее, количество их народу больше. Закономерная победа и заслуженный кубок. Поздравления с чемпионством саровчане принимали дома на своем льду. Вручить главный трофей лидеру в наш город приехал исполнительный директор Федерации хоккея Нижегородской области. Практически 8 лет отсутствовала команда Сарова на областном уровне. И вот после 8-летнего перерыва команда Саров Инвест заняла первое место среди мужских команд первой лиги. Сразу дебютант занял первое место. Я от всей души поздравляю эту команду болельщиков с этой победой. Рады поздравить нашу команду Саров Инвест с убедительной победой. И мы рады тому, что хоккей у нас в Сарове продлился практически до конца апреля. Сегодня мы обязаны выразить глубокую признательность компании Саров Инвест за то, что существует такая команда, за то, что команда очень здорово себя проявила в этом сезоне. Поздравляю нашу команду с победой. Мы рады, мы горды за вас, за наш саровский хоккей. Обещаем в будущем стремиться работать во благо нашего города и развивать спорт. С победой! Хотелось бы сказать спасибо администрации Ледового дворца и администрации города. Они тоже в нас поверили, дали нам возможность, дали шанс. Естественно, хочу сказать огромное болельщикам спасибо, потому что без их помощи, без их поддержки ничего бы не получилось. Ну и, конечно же, самое главное, сказать спасибо огромное Павла Владимировичу Харитонову, который поверил в нас, собственно, выделил какие-то средства для того, чтобы эта команда существовала, выигрывала и добивалась каких-то результатов. В следующем сезоне хоккейный клуб «Саров Инвест» обещает не сбавлять обороты и продолжать радовать болельщиков своими победами. А значит, впереди нас ждут захватывающие игры и яркие спортивные эмоции. Ирина Вышегородцева, Владимир Есенников, Александр Мальков. Служба новостей «Саров-24». Ваши деньги как за каменной стеной. «Саров Бизнес Банк». Стабильный. Благополучный банк. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова